Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области остается критическая. За последние сутки было выявлено 387 новых носителей. При этом также обнаружено 27 случаев пневмонии. Подробные степени ситуации в регионе рассказали в ходе брифинга, прошедшего в региональной службе коммуникации. Всего с начала пандемии зарегистрировано 18 528 случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время под Новледином находится 344 ребенка. 23 из них на стационарном лечении. У всех детей заболевание протекает в средней степени тяжести. Если заболевание будет также расти, это все будет зависеть от эпидситуации, то при неблагоприятном прогнозе нам придется открыть, развернуть инфекционный стационар. Следующий на очереди у нас стоит Актюминский медицинский центр. Это, вы знаете, у нас самый крупный областной стационар. Ну, соответственно, нам придется ограничить это временно оказание плановой медицинской помощи. Независимо от того, сколько раз предупреждали актюбинцев о запрете на массовые мероприятия, количество праздничных не уменьшилось. Жители Актюбинцев не соблюдают карантинные меры. Поэтому в настоящее время усилена работа мобильных кругов мониторинга. Если с начала года им было наложено 525 штрафов на сумму 62 миллиона тенге, то всего за одну минувшую неделю выявлено 73 нарушения. Как вы знаете, у нас два санитарно-карантинных пункта на границе с Российской Федерацией. Это Жайсан в Мартугском районе и Олимбет в Каргалинском районе. Более 300 тысяч человек прошли через эти границы. На санитарно-карантинных пунктах работают наши специалисты в круглосуточном режиме. Из выявленных 99 человек с положительным результатом выявлены по ПЦР-исследованию, это 67 транзитные перевозчики и 32 пешехода, проходившие через границу. В ходе онлайн-брифинга жители задавали интересующих вопросы. Так один касался дистанционной работы. Переходы на дистанционную работу организации, которые могут перейти на дистанционную работу, это может решить работодатель, если этого есть возможность. Но на сегодняшний день постановление это не включено, потому что эпидемиологическая ситуация. Мы на сегодняшний день ограничения проводим по субъектам предпринимательства. Также в настоящее время на домашнем карантине находится около 8 тысяч человек, а 1043 пациента находятся на лечении в инфекционных санкционарах. Жасан Жалбак, Уженнадий Сагиев, телеканал Ак-Тубе.